Привет-привет, дорогие друзья! С вами Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня у нас будет довольно интересный выпуск. Я покажу вам, что продается в обычном спальном районе в переходе. И также сделаю обзор цен в магазине Рошен. Покажу, что у нас там продается, сколько это стоит и какие сейчас на данный момент есть акции. Поэтому не переключайтесь, будет очень интересно. Всем, друзья, приятного просмотра! Буду очень благодарен за лайк под видео. Это очень помогает продвижению данного видеоролика. А также не забывайте подписываться на канал, друзья. Это очень для меня важно. Заранее вам очень благодарен. Друзья, это самый обычный, самый простой спальный район Киева. Сейчас вот захожу в обычный переход. Здесь обычно люди занимаются торговлей. И покажу вам, что здесь есть. И самый главный вопрос, сколько же это все у нас стоит. Коробочки какие-то стоят. Ну, еще не разложились все. Вот одежда здесь продается. Вот цены можете наблюдать. Да нет, я смотрю просто. Спасибо большое. Спортивные такие штаны. Перчатки по 250 гривен у вас все, да? Да. Ага, я понял. 250 гривен. Спасибо. Вот такие вот цены. На одежду в переходе. В переходах, если честно, я покупаю, ну, крайне редко. Если прям уж очень хорошее какое-то предложение, по очень привлекательной цене, то можно что-то приобрести. Ну, как правило, там цены завышены. Вот мы видели с вами перчатки. Их стоимость составляет 250 гривен. Ну, по сути, такая же цена в брендовом магазине. Я делал обзорчик, кстати, цен в брендовом магазине для среднего класса в городе Киеве. Ссылочка будет выше. Кому интересны цены на одежду у нас в Киеве, то посмотрите обязательно. И там перчатки составляли вот, ну, примерно такую же стоимость. То есть, в среднем там 200 гривен. Поэтому не вижу смысла покупать в переходах. Потому что цены не отличаются. Кстати, здесь находится вот такой ларечек пресса. Это раньше они были по всему Киеву. Вот такие ларечки. Ну, сейчас их осталось очень мало. Потому что у всех уже интернеты, компьютеры, телефоны и газеты никто не покупает. Ну, все же кто-то держит вот эти магазины. И я думаю, какую-то прибыль они все же приносят. Вот журналы тут продаются. Цены можете наблюдать на видео. Кстати, вот календарь военный. 150 гривен. 65-й отдельной механизированной бригады. Также вот журнальщики. Различные. Футбол. Краина. Даже криминальный кодекс есть. И Конституция продается. Это все здесь есть. Вот отрывные календарики. 185. А вот так этот ларечек выглядит. Где-то еще лет 15, наверное, назад. Вот такие ларечки были крайне популярные. Ну, сейчас их уже почти не осталось. 50 гривен вот такой ананас. Интересно. Спасибо большое. Мандарины по 55. Продаются вот на улице. Ну, ананас, кстати, по хорошей цене. 50 гривен. Ну, он, правда, маленький. Но все же цена привлекательная. Друзья, я так думаю, что обзор цен в Рошение для многих будет интересен и актуален. Потому что, думаю, среди моих подписчиков очень много сладкоежек. Если есть сладкоежки, то не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Буду очень признателен. Не будем с вами терять время. И заходим в Рошен. Фирменный магазин Рошен. Что ж у нас тут есть? Смотрите, вот такой экстерьер. У нас находятся новогодние всякие приколы, новогодняя иллюминация присутствует. Ее еще не убрали. Давайте посмотрим, что там внутри. Так, сходу видим акции. 30% на большие упаковки конфет. Вот, кстати, эта акция. 109 гривен. Целый килограмм таких вот конфет желейных. Они очень вкусные. Просто невероятно. Возможно, я куплю. Любимые многими бисквиты Яна Вишня. Золотой ключик. 68,25, 300 грамм. И также Рошен Пражский. Тоже по такой же цене. Очень многие любят вот такие рулетики, бисквитики. Помню, раньше часто покупали. Ну, сейчас уже давно не берем. Крекеры, кстати, вот такие. Тоже вкусные. Печенюшки в кофеечку. 15,25. Также вот такое печенье. В Рошене вообще классный ассортимент печенья. Печенье Лавито. Печенье Лавито. Мне, кстати, очень нравится такое. С какао. Вафельки. Друзья, пишите в комментариях, какие ваши любимые сладости в Рошене. Мне будет очень интересно почитать. Трубочки. О, вау. Трубочки с кокосовой стружкой. Блин, думаю, они очень вкусные. Смотрите, еще ванильные тоже есть. Вау, смотрю, прям хочется взять. Кокосовые вафли. Просто шикарно. 31 гривна. Лимонные вафли тоже классно. Конфетки Юмми. Многие любят вот такие жилетки. Они очень вкусные. Пишите, какой ваш любимый вкус этих жилетек. Лично мне больше нравятся банановые. Вот видите, сколько всего нового появилось в Рошене. Тоже жилетки. Конфетки. С бренди, с ромом. Вишня с вишневым ликером. Конфетки Стрела. 111 гривен. Любимые многими. Стрела. Стрела подильска. Шоколад пористый, карамельный. Также белый. По очень разным ценам. Кстати, вот такой Рошен. Раньше был дефицитным. И его было очень сложно найти. Это был просто тренд социальных сетей. Найди вот такую шоколадочку и запости их в ТикТок или в Инстаграм. Дальше у нас идут шоколадки Лакми. Маленькие, большие. Здесь они, правда, дороговатые, если честно. Во многих супермаркетах вот такие Лакми по 60 гривен, по 80 по акции. А здесь 122. Ну вот, смотрите, 25 Лакми. Также черный шоколад. Брюд специальный. 80% какао. Конфеты Киев и Черний. Любимые многими жителями столицы, а также туристами. Все их часто покупают куда-то на подарки, в дорогу. Вот по вот таким ценам. Конфеты, партия, коробка. Зефир. Вот можете наблюдать состав и цены. Здесь все иголочки. Какая большая, ромовая баба. 300 гривен. Также цены на пирожные. И вот сами пирожные. Нужно будет по-любому что-то взять, потому что я сегодня, мне кажется, не уснув после этого обзора. Буду вспоминать эти пирожные. В Рошене, кстати, продается вот такое масло. Говорят, оно очень вкусное и качественное, натуральное. Кто пробовал, то пишите в комментариях. Мне очень интересно будет подсчитать ваш отзыв. Также молоко сгущённое. Классический Наполеон. Цены можете наблюдать. Не-не, спасибо, ничего не нужно подсказать. Спасибо. Торт до кавы. Хотели что-то мне подсказать. Ну, в принципе, мы и сами все видим. Так, торт лимонный. 200 гривен. Кстати, у таких тортиков рошеневских очень прикольный дизайн. Фирменный такой, видите, медовик. Тортики. Цены можете наблюдать. Цены, составчик. Специально вот делаю паузу на 2 секунды, чтобы вы могли рассмотреть. Также вот ассортимент тортиков. Торт вишня в шоколаде. Самое главное украшение рошена – это киевский торт. Давайте, сколько он стоит. А вот цена. Тортик Эстерхази. Во время своего путешествия в Вену я пробовал такой на венской телебашне. Стоимость, конечно, там была довольно высокая, но впечатления просто незабываемые. Вспоминаю до сих пор. Знаете, можно потратить там, не знаю, какую-то сумму, там 30 евро, 40 евро за кусочек тортика. Да, это дорого в моменте, но это воспоминания на всю жизнь. Здравствуйте. Нет, спасибо, не нужно. Также вот тортики. Интересное. Быстренько пробежимся по конфетам на развес. Сливки-лянивки, кстати, вкусненькие. Я их очень люблю. О, шипучка. Еще вкус моего детства. И детства многих моих подписчиков. Вот. Посмотрите. Так, по-любому возьму эту шипучку. Смотрите, какие интересные конфетки. В виде веселых зверят. Слоник, тигрик, бегомот, коала, лебеня. Ну, короче, весь зоопарк здесь, в этих конфетках. Как интересно и креативно. Также, смотрите, здесь находятся кэшью орешки в шоколаде. Вот. Также есть изюм в шоколаде. Ну, дороговато, да? Ну, один раз порадовать себя, думаю, можно. Ну, я сегодня не буду брать. Возьму что-то другое. Обязательно в конце покажу вам, что же я купил. Смотрите, здесь даже есть имбирь в молочном шоколаде. Яйца шоколадные. Яйца шоколадные. Грибочки. Шоколадные. Выглядит все максимально аппетитно. Вот, смотрите. Также есть цветной арахис, имбирь, медаль. Также есть вот такие подарочные упаковки. Думаю, подарок достойный. Медалька шоколадная. Раньше они были в виде гривны и доллара, точнее евро. Вот такие медальки. А сейчас, вот, наверное, авторские права запретили. И фирменная валюта Рошена. Ой, друзья, смотрите, какие милые собачки вообще. Так, любители собачек сейчас просто ставят на паузу и ставят лайк. Это must have. У кого есть собачка, то давайте, друзья, не подведите. Смотрите, зайчики. Вот такие. Классный зайчик. Такой маленький зайчик, 100 гривен. Большой, 384. Единорожек. Также фигурка в виде котика. Кошатники тоже ставят лайк. Это больше для иностранцев. Сувенирные вот такие наборы. Ну, тоже интересно. А ну-ка, что ж тут у нас в составе? Вот состав на видео. Ставьте на паузу и смотрите, кому интересно. Также вот набир Сукерок и Украинян Традишнс. Что ж тут у нас внутри для туристов? Вот, смотрите, состав. Тоже, кстати, вот достойный набор на подарочек кому-то. Так, шоколадки мы уже смотрели с вами, поэтому останавливаться здесь не будем. Здравствуйте, мне, пожалуйста, одно лимонное пирожное. Можно? Так, и давайте еще. Так, что ж мне еще взять? И одно пирожное эклер, пожалуйста. Решил взять вот еще такие монетки. Ну, грамм, наверное, 50-100 возьму. Интересно, вот такое золото принимают в обменниках? И какой курс? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Здравствуйте. Нет, спасибо, не нужен. Возьмите, пожалуйста. Друзья, что я купил в Рошене. 68 грамм шоколадной медали 44,13. Также пирожное эклер 24,25. И тортик лимонный, тарт пирожное 26,44. Напоминаю, доллар у нас сегодня по 38 гривен. Евро 40 гривен. Друзья, пишите в комментариях, как вы думаете, вот эту медальку можно обменять или в банке, или в обменнике? Смотрите, сколько у меня золота просто. Я такой богатый человек, даже не знаю. Ужас вообще. Друзья, вот так вот у нас выглядит эклер, который я приобрел в Рошене. Сейчас покажу вам, какой он внутри. Попробую и расскажу о своих впечатлениях. Знаете, вот такой вот вкус детства. Очень приятный, нежный крем. Такой сливочный прям. Очень вкусно. Особенно под кофе, под чай. Ну, очень зайдет. Также я купил вот такой лимонный тарт. Вкус детства многих. Сейчас попробую. Очень вкусный лимонный тарт. Прям невероятный. Ничем не отличается от того, который был раньше. Мне кажется, даже он лучше стал. Поэтому, друзья, рекомендую пирожное из Рошена. Эклер мне обошелся в 24-25. А тарт 26-44. Друзья, вот такой вот у нас был обзорчик в Рошене. Пишите ваше мнение в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Также буду благодарен за лайк под видео. Это очень помогает в продвижении данного видеоролика. А также не забывайте подписываться на канал. Мне будет очень приятно. Я буду вам искренне благодарен. Всем спасибо большое за просмотр. Всем мира. Всем добра.